Официально работающие граждане России имеют право на возврат части денежных средств, уплаченных в бюджет страны в форме налога на доходы физических лиц, налоговый вычет. Одним из способов получения налогового вычета является покупку недвижимости, в таком случае покупателю будет положена компенсация за покупку квартиры. Почему покупателям недвижимости полагается компенсация за покупку квартиры? Возможность получения налогового вычета официально трудоустроенными россиянами, работодатели которых совершают регулярные отчисления по НДФЛ в налоговую службу, предусмотрена налоговым законодательством России. Налоговые вычеты могут предоставляться на различных основаниях, и одним из них является покупка квартиры. Ранее можно было получить лишь один имущественный налоговый вычет за всю жизнь, но сейчас количество вычетов не ограничивается, просто общий размер вычета не может составить сумму больше той, что установлено законом. Читайте также статью «Налоговый вычет на ребенка-инвалида в 2020 году». Кому может быть выплачена компенсация за покупку квартиры? Налоговый вычет при покупке недвижимости – это возврат ранее уплаченного налога на доходы физических лиц НДФЛ. Разумеется, чтобы что-то вернуть, нужно сперва совершить выплаты, оформитель вычета должен был на протяжении определенного периода времени уплачивать НДФЛ со своей зарплаты и прочих доходов. Компенсация за покупку квартиры может быть предоставлена официально трудоустроенным по трудовой книжке сотрудникам, трудоустроенным лицам пенсионного возраста, родителям детей в возрасте до 18 лет. Люди, принадлежащие к указанным выше группам, должны иметь в виду, что придется соответствовать следующим условиям – являться резидентом Российской Федерации, проживать-пребывать в России на протяжении как минимум 183 дней, купить. Квартиру. Ранее не являться получателем имущественного налогового вычета, сумма которого превышала бы 2 миллиона рублей. Читайте также статью «Как получить налоговый вычет за лечение зубов в 2020 году». Как рассчитывается компенсация за покупку квартиры? Налоговая компенсация за покупку квартиры составляет 13% от ее стоимости, но это если покупалась недвижимость за счет личных сбережений. Если была оформлена субсидия, эти средства не учитываются, она будет вычтена из стоимости жилья. Стоит помнить, что налоговый вычет в любом случае не будет рассчитан с суммы выше 2 миллионов рублей. Это означает, что максимальный размер компенсации равен 260 тысяч рублей. Если квартира приобретается супругами и оформляется в долевую собственность, вычет будет оформлен и жене, и мужу. То есть на семью будет выделена компенсация в 520 тысяч рублей. Если квартира была приобретена в кредит, налоговая компенсация будет оформлена на проценты по нему, кроме ипотечного кредитования военнослужащих. Максимальный размер процентов позайму 4 миллиона рублей. Какие документы нужны, чтобы была назначена компенсация за покупку квартиры? Компенсация за покупку квартиры может быть получена двумя путями. Денежным переводом на банковский счет. Оформлением освобождения от уплаты НДФЛ в будущем в течение определенного периода времени, пропорционального размеру вычета. Если покупателю квартиры больше по душе вариант номер один, обращаться ему следует в налоговые органы по месту жительства. При себе нужно будет иметь Документ, где получить заявление на предоставление имущественного налогового вычета бланк и образец будет представлен в отделении ФМС РФ, паспорт РФ ГУВМ МВД, документ, подтверждающий покупку квартиры договор. Купли-продажи свидетельства о присвоении индивидуального номера налогоплательщика, ин, ФНС-справка по форме 2 НДФЛ-ФНС, декларация по форме 3 НДФЛ, за налоговый период реквизиты банковского счета или сберегательной книжки документы. Будут изучаться на протяжении трех месяцев, после чего заявитель получит деньги на счет или письмо с отказом и объяснением причин. Если гражданину больше подходит вариант с освобождением от уплаты НДФЛ, он должен подготовить доказательство наличия прав на получение компенсации, отнести в бухгалтерию по месту работы справку и документы, свидетельствующие о приобретении. Жилья. Составить заявление на имя руководителя. Читайте также статью, какие документы нужны для получения компенсации за покупку квартиры. Компенсация за покупку квартиры. Порядок выплат. Когда квартира куплена, возможно, обращаться за компенсацией рано нужно дождаться нового календарного года. Если сумма НДФЛ, уплаченного с доходов заявителя в прошлом, не позволяет ему получить компенсацию в полном объеме, частично вычет будет предоставлен позже, когда появится основание для его предоставления. Законодательные акты по теме. СТ-220 НКРФ о возможности получения налогового вычета типичные ошибки. Ошибка. Гражданин приобрел квартиру, при этом 80% суммы были взяты в кредит, а 20% средств имелись у покупателя наличными. Он требует налогового вычета из расчета 13% от стоимости квартиры. Комментарий. Заемные средства не будут учтены при расчете компенсации за покупку квартиры. Ошибка. Военнослужащий, купивший квартиру в кредит по специальной программе ипотечного кредитования, претендует на налоговый вычет за выплату процентов по займу. Комментарий. Военная ипотека не позволяет гражданину получать налоговую компенсацию за выплату процентов по займу, поскольку военнослужащие и так получают заем на льготных условиях. Ответы на распространенные вопросы о том, когда полагается компенсация за покупку квартиры. Вопрос номер один. Могу ли я получить имущественный налоговый вычет, если выкуплю квартиру у своей законной супруги, и мы вместе будем в ней жить? Ответ. Нет. Сделки купли-продажи между взаимозависимыми лицами не рассматриваются на вопрос предоставления. Налоговые компенсации. Вопрос номер два. Как долго я буду освобожден от уплаты НДФЛ, если оформлю налоговую компенсацию за покупку квартиры? Ответ. С вашей зарплаты не будут удерживать НДФЛ до тех пор, пока вам не будет компенсирована сумма налогового вычета в полном. Объеме. Видеосоветы. Как быстрее и выгоднее получить налоговый вычет при покупке квартиры? В видео раскрывается информация о том, что имущественный вычет предполагает возврат покупателя жилья, уплаченного ранее им подоходного налога. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока.